И вот поэтому вот она эпоха рыб. И доминирующая религия на земле, христианство. Библия самая издаваемая книга всех времен и народов, самый массовый тираж до сих пор. И вот Христос, он же кого собирал? Рыбачков, правильно? И символ первых христиан рыбка была. Вот поэтому мужик наловил рыбки. И вот и лиса такая, в поисках очередной халявы. У лисы главная книга это Ветхий Завет. И она такая, почитала Ветхий Завет, видит там, будете жить в домах, которые не строили, есть из садов, которые не садили. Она думает, а я буду есть рыбку, которую не ловила. Чего мне париться? Я что, дура, что ли? И вот она видит, рыба едет. Легла на пути, мужик подошел, пнул ее, она его обманула. Так? И пока он ехал, она всю рыбку, тык-тык-тык, сбросила. И вот она эпоха лисы. Зима, холодно, голодно. И ходили вот такие мужики. Сытые, довольные, обожравшиеся, как это лиса. Кто это был? Попы были и копцы, купцы. Как говорит Задорнов, торгаши. Торгаши и попы, да, вот такие были. То есть это чисто лиси и жрецы ходили. И наш русский народ, голодный, холодный, постоянно какая-нибудь война, войнушка. Какой-нибудь бунт, смута на Руси, там все забирают, понимаете. Невозможно было материального достатка добиться большого. И вот наш русский народ приходит к этим ребятам, у которых там ломятся закрома. Все же вы знаете, что в церквях там закрома были не слабые. На сто лет вперед, на всякий случай. И говорят, ну дайте нам еды. У вас же смотри, сколько у тебя рыбы, угости меня. А рыба, как истинно Иисус Христос говорит. То есть лиса, как истинно Иисус Христос говорит. Рыбу я тебе не дам, но научу ловить. Сделаю вас ловцами душ человеческих. Иди, говорит, в прорубь, опусти хвост и пой песенку. Почему? Потому что русский народ делает только вперед и с песней. Понимаете, если песни не было, волк бы не пошел. А тут песенка. Волк думает, а раз песенка волшебная, значит получится. И вот лиса его отправила в прорубь. Сама-то она в проруби не ловила рыбу, правильно? Так вот, все религии на земле, и в основном, конечно, христианство, отправляют людей в заведомо ложное место. Сами они там не брали рыбу, потому что они ее собирают в виде налогов. А нам говорят, идите, пойте лица своего, зарабатывайте на хлеб свой. Правильно? То есть все религии на земле, оккультные течения, секты, они отправляют человека ловить рыбу на хвост в эту прорубь. В заведомо ложное место. Поэтому Анастасия сказала, сколько учений было на земле, да? Человек в одном побудет, во втором, в третьем, в десятом. А все это учения лисы, понимаете? Все на земле учения лисы, сто процентов. Потому что настоящее живое учение, учение эпохи волка, говорит о том, что есть только одна живая книга. Единая и для русских, и для негров, и для китайцев. Это живые веды земли, написанные в живом пространстве, цветочками, бабочками. Солнце одно, земля одна, воздух один. Вот это единство, которое нас всех соединит. А пока люди бегают, у одного Библия в руке, у другого Коран, у третьего зеленая книжечка, у четвертого голубая, у пятого красная. И каждый кулик в свое болото говорит, вот оно истинное учение. Не дай Бог, вы не поверите в это, приду, вас зарежу. Ну так и было, правильно? Последние 1600 лет. Поэтому я говорю, все книги на костер. Все. Даже звенящий кедрик прочитали, поняли тему основную и спалили, дабы не стать сектантами. Потому что Анастасия говорит, вот она, живая книга, главное, что не делайте из меня культа, икону. Не надо там моих изображений, там все. Я уборщица, которая пыль убирает в голову. Читайте живую книгу. Понимаете? Поэтому все надо спалить. И оставить только живое сознание. И тогда будет мир и согласие на земле. И вот этот волк ловит эту рыбу на хвост. Да? А рыба как-то не ловится, а хвост только примерзает. И вот, когда хвост примерз, выходит эта баба с коромыслом. Смелая такая. Почему? Женщины были эти... Феми... Как их так? Мускулизированные такие. Мужественные эти женщины. Нафиг нам такие бабы, которые коня нас какой остановят, горячую избу войдет. Нам надо такая, чтобы было на руках носить хорошо, чтобы умещалась, ну, чтобы вдохновляла тебя, правильно? А в эпоху лисы вот эта тема, что мужиков сделали женственными, а женщин мужественными, да? Вот такая пошла тема. И вот эта баба выходит, и... А волк это русский народ, понимаете? Который пытается, его все учат, как жить, всякие религии, ну, не только одна, главное, но и другие там парят мозги. Сейчас же там и свидетели Иеговы уже пришли. Это... Кто там еще? Кришнаиты ходят. Харя Рама, Харя Кришны. Ну, нафиг мне твоя Харя Рама, Харя Кришны. Мне вот устраивает Харя Солнце. Оно радуется, оно действительно дает всем жизнь, оно светит. От него все растет на земле, яблоки появляются, плоды. От Харя Рамы и Харя Кришны, от Господи помилуй. Ни здоровья не прибавится, ни радости в жизни. Так? Прибавится только религиозного экстаза. Они же кришнаиты ходят, Харя Рама, Харя Кришны прям таки улыбаются, счастливые. Это не радость у них. Это религиозный оргазм. Понимаете? Они себя зациклили на одном и том же. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Харя Рама, Харя Кришны. Это суета сует. Активизация рептильного мозга, который сзади находится. То есть это человека в низшие вибрации погружает, а не в высшие повторения одного и того же. Каждый день небо разное, погода разная, деревья по-разному шевелятся. Мы себя по-разному чувствуем. Жизнь состоит из изменений, правильно? А когда ты себя циклишь на одну и ту же тему, 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 клоуном становишься, клоуном, клоуном. Реса хочет всех клонов превратить, понимаете? Поэтому, Господи помилуй, Господи помилуй. Харя Рама, Харя Кришна, Харя Рама, Харя Кришна. И клоны такие ходят, биороботы. И повторяют вот это вот все одно и то же. Тягомотину эту. Поэтому жизнь такая суровая у них. И вот наш волк, он оставил хвост в проруби. Когда его били, он убежал, и хвост остался в проруби. Отрубленный хвост у русского народа. Что это означает? Историю брали, наследие предков. Сказали, ребята, пока мы вас с Христом животворящим не осенили, вы были обезьянами, сидели на деревьях. А вот пришел хороший человек, рыжеволосый. Окрестил вас, и стали вы хорошими людьми. Хорошими сразу стали. А до этого вы были вот, дуб дубами. И мы в это поверили. Потому что лисы нам мозги промывают, а мы русский наивняк. Мы такие, да, лиса, да. Понимаете? Сгубила нас наивность в эпоху лисы. Потому что всему мы верим. У нас же не было обмана, не было лжи. Все жили по правде. А тут пришли такие, начали там подколодные вот эти змеиные игры вести. И мы не разобрались. Листа хвостом так чик-чик, следы заметает. И вот волк бежит голодный, холодный, без хвоста, с отрубленным наследием предков. Зима, ночь сварога. Зима. Ему голодно, холодно. И он думает, ну я сейчас эту лису проучу. Сколько этих хитромордых будет сидеть во власти, в религии, в экономике там. Я им проучу. Уже полон ненависти. Бунты вот эти русские там. Стень Каразин, Емелян Пугачев. А лиса-то наглая и хитрая. Что она сделала? Пока волк там был негодованием, она жрала тесто. Правильно? Почему тесто? Потому что все религии замешаны на тесте. Иисус говорит, ешьте хлеб, пейте вино. Это плоть и кровь моя. Понимаете? Пока человек ест хлеб и пьет вино, у него религиозное сознание, потому что мозги бродят. Бродильная еда, бродильное сознание. Чистая еда. Та, что выросла и не съедена микробами, не забродила. Чистое сознание. Поэтому все религии четко замешаны на тесте. Не только христианство, и мусульманство, и буддизм, и кришнаизм, и индейские религии. Там пернатый бог, пернатый дракон, кецакуатль, индейский бог. Он же требовал пять видов зерновых лепешек, тоже там замешанных. Пять видов рисовой водки. Не рисовой, это кукурузной. Там у них кукуруза. Поэтому лиса жрала тесто. И пока ты с тестом дружишь, все, ты будешь где-нибудь в какой-нибудь религии пристроен. Или секте. И вот она нажралась, и опять же детей обманула. Дети такие, не меси тесто. Дети такие, что же, наивные. Они даже не могли представить, что она жрет, а не месит. Она видишь, что она там лапами, там головой думает, не меси тесто. Она так, все хорошо, все замечательно. Намешу, мамка будет довольна. А сама жрет. Так эти люди-лисы, они нас постоянно обманывают, обманывают. А через газеты, через радио, телевизор, лапшу нам вешают. Демократия, там вся власть народу. Честное там распределение. Честное распределение нефти было у нас где? В Ливии. Нефть там, бензин стоил 5 копеек. Когда создаешь семью, тебе дают 10 тысяч долларов на поддержание штанов. Ну и так далее. Бесплатную квартиру, бесплатную машину одну на семью. Вот это честное распределение. Вот это был человек уже эпохи Волка, который тут случайно попал, и поэтому ему досталось на орехи. Муаммар Каддафи. Светлая ему память, да? Случайно, специально его. Ну, власть лисы, а что ты хочешь? Тут особо не повыпендриваешься. Ну, а она заканчивается эпохой лисы 21 сентября 2012 года. Так что не переживайте. 21 сентября 2012 года, через два месяца. Поэтому я тут сижу и рассказываю. Второе пришествие Колобка будет. 21 декабря? Да, 21 декабря, второе пришествие Колобка, по русскому календарю. Вот. И лиса такая наглая, бежит волку навстречу. Волк такой разъяренный такой, я сейчас тебе пасть порву. А лиса жалуется. Да ты что, волк, тебе хоть бока побили, ребра поломали, хвост оторвали. А мне мозги вышибли. Пожалей меня. Я и маленькая, смотри, какая вот. А ты вон здоровый. Провези-ка меня. Итак, мы посадили этих лис себе на шею до сих пор возим. Эти лисы во власти. И в политике, и в экономике, и в религии, в основном. В трех этих местах. Главные лиса у нас в России кто? Чубайс. Он же и рыженький. Он же сидел и про Горбачеви. И при Ельцине, и при Путине, и при Медведеве. И снова при Путине сидит. То есть эта лисичка такая нормальная. Она и всю сторону раздербанила. Так и же маленький русский бес назывался Чубайсик. В мифологии. А Чубайсы тоже такое реальное. Да не то, что там маленький бес. Бес так бес. Вот. И вот русский народ говорит. Ладно, садись, провезу. Вот мы их везем. И лиса такая сидит довольная. В банях они там парятся у себя. В коттеджах за миллиарды долларов. В виллах. Говорят, о, класс, мы этот народец до сих пор имеем. А мы такие, что, что? Они такие, битый, не битого везет. Мы этот народ имеем. А русский народ, что, что там у нас наверху слышно? Вся власть народу. Честные выборы. Камеры поставим везде наблюдения на всех участках. Все честно. Абсолютно честно. Честнее не бывает. И мы такие, да. И они такие, да. Грустно? Не, весело. Да поржать над собой это святое дело. Ты что? Разводят как лохов. Так в этом и суть. Хватит быть лохом. Я для этого и пришел к добрым людям. Чтобы приоткрыть эту врата этого лоховства и люди увидели волшебство и красоту, которое нас ждет в ближайшее время для тех, кто захочет стать волшебником. Вот. И потом лиса захотела третьей халявы. Понимаете? Святая троица. Все у нас по троице. Рыба она нажралась. Тесто нажралось. И вот она захотела курочку. Но с курочкой не все так просто. Это же жена золотого петушка. И вот лиса бежит ночью. Ну темное дело. На темное дело. Ночью идут. Так? И похищает курочку. И тут петушок как закричит. Кул, карикул. Собаки проснулись. Лису догнали. Курочку забрали. А кто такие собаки? Это домашние волки. Понимаете? У нас наступает эпоха огненного волка. Или белого пса она еще называется. По славянскому каляды дару. И поэтому именно собаки оторвали лисе хвост. И забрали курочку. То есть в эпоху лисы была постоянно у людей мыльная опера. Семья. В семьях люди дерутся. Сражаются. Меняют жен. Мужей. Такая эпоха лисы. Сплошная мыльная опера. Крутись как хочешь. А мыльная опера это нескончаемая. 125 серия это только половина. Вот. И поэтому вот она курочку периодически забирали у жены. Кто мужа на войну отправит, мужа заберут. То жену заберут у мужа. Понимаете? Вот это вот. Лиса это все делает. А вернули в семью курочку. Собаки. В эпоху волка будут крепкие, здоровые семьи. Любовь будет до гроба. Ну то есть все будут друг друга любить. Все будет здорово. Будут крепкие семьи. Соседи будут друг друга понимать. Вот. И волк, именно собаки, одомашние волки догнали лису и оторвали ей хвост. Что значит лиса с оторванным хвостом? Это не может мешать. Да. Лиса нас обманывает, с листы замела. И мы такие, да. Она такая, да. И мы как лохи такие. Чебурашки, уши, лапши. Много нависает. Уши большие. Все. А когда мы лисе хвост отрубаем, она такая обманывает, а мы такие. Вот она нас обманывает. Все ее проделочки видны. Лиса без хвоста, все следы видны, да. Она же вот так крутит, между деревьями вертит, чтобы обмануть. Следы замести. А тут уже нечем заметать. И вот эта энергия волка. Если ты опустишь свою жизнь, Твои собаки в твоей жизни оторвут волку хвост. Лисе хвост оторвут. Волку уже хватит отрывать. Время прошло. Вначале оторвали волку. Уже у него отрос новый. Сейчас будем лисе отрубать хвост. Что такое энергия волка? Энергия волка это воля вольная. За что шли наши казаки. Казаки чисто энергия волка, Которая тут жила до последнего времени, А потом была подрублена лисой под укос. Как казаков обманули волков. Чистая энергия волка. Честность, правда, справедливость. За веру, за царя, за отечество. Лиса настолько обманула, обкрутила хвостом. Половина казаков за белых, Половина за красных. И они друг друга поубивали. Понимаете? Если бы все казаки вышли за белых, Война бы закончилась за неделю. Верите? Если бы все казаки вышли за красных, Война бы закончилась за неделю. Правильно? А лиса нет. Ей надо было уничтожить казаков. Поэтому она так запудрила идеологические мозги этим людям, Что они друг друга поубивали. Тихидон, помните? Туда-сюда метаются, не поймут за кого воевать. Потому что лисия разводки настолько, ну, изощренные, Что не хватило у них. У Маши бы все это разобраться. А разум уже отключился. Потому что колобка съели. Вот этого. И как тебе приобщиться к воле Войны? Первое, самое главное, что ты должен сделать, Перестать издеваться над волосами. Волосы — это оси воли. Оси воли. Поэтому, когда в армию людей берут, Их сразу стригут на лоса. Их лишает воли. Только лысыми можно командовать в армии. Если волосатых набрать, Тогда армия развалится через неделю. Понимаете? Чтобы приобщиться к энергии волка, Надо отпустить волосы. Оси воли. Они, когда растут, Они накапливают волшебную мистическую силу. Все волшебники в рисунках волосатые, Если вы видите. Баба Яга волосатая, Кощей волосатый. Даже библейский этот, Самсон был волосатый, Всех побеждал. Как только его постригли, Он стал проигрывать. Почему? Потому что волосатые люди, Они пользуются небесной мудростью И небесной поддержкой. А лысые люди только земной. Волосатые пользуются и земной, И небесной. А лысые только земной. И из тех, которые короткие волосы. Что такое волосы еще? Это антенки. Вот есть у тебя радиоприемник, Антенка маленькая. Ты настроился на любимую волну, И она так, С помехами. И лисы тебе туда Всякую тягомотину вставляют, Пудрешь мозгом. И ты такой, да. Они такие, да. И красиво так все говорится. Вот. А когда ты антенку вытянул, Радиоприемник настроил на любимую волну. Связь четкая Прием четкий, ты все красиво слушаешь Понимаете? И когда у тебя длинные волосы У тебя очень четкая связь с миром прави Миром богов Солнца и звезд Космос Связь с космосом, правильно? Поэтому одна из важных задач лисы Это было всех людей обкарнать Вот кого лиса постригла вот таким коротким Считайте, что она вас развела как лоха Но это же не финиш Ты можешь теперь лисе сказать На тебе лиса Я буду волосатым Я подключаюсь к энергии волка Покровитель волка Велес Вещи лес Вещи лес Поэтому появилась идея родовых поместьй Восстановление лесов И Анастасия сказала, что две трети родового поместья Должен занимать лес и сад 70% И почти никто из родовых помещиков это не услышал Сажает картошечку Сажает картошечку Стоят раков На этих огородах Подходит лиса И занимается любовью с этим человеком Потому что нас спасет только вещи лес Райский сад Священная роща А не огород Ягоды собирает в пользу орла гордой Вот так Оп И собираешь А когда ты он Бабки едут в электричке Я так работала Так работала Аж поясница болит А почему болит поясница? Ты издеваешься над землей Копаешь ее лопатой Ковыряешь постепенно Земля тебя наказывает Выжибает тебе корневую чакру Позвоночник Намек тебе дает Сказка ложь Да в ней намек Кто понял ее урок И живая земля тебе дает намек Вот я тебя бью по корневой чакре Не издевайся надо мной А бабки А я буду дальше работать Чем у меня больше болит поясница Тем я лучше работаю И это действительно правда Она работает Она раб Когда ты трудишься Ты начинаешь сажать райские сады А на грядочках у тебя растут волшебные травы Ты садишь тархун Ты садишь душицу Лимонник И соп Пряно-ароматические травы Потому что запахи этих пряно-ароматических трав Они питают твою душу Колобок они питают Колобье тело укрепляется От запаха пряно-ароматических трав А когда ты на эти овощи подсел Народная мудрость так и говорит Ну ты овощ Понимаете? Кто ест много овощей Превращается в такого рафинированного овощ А еще народная мудрость говорит так Ну ты фрукт Понимаете? Когда ты фрукты ешь Ягоды, плоды Тогда ты становишься бодренький Живенький Ты живчик А лиса нас до овощей опустила Потому что морковка Свекла Капуста Картошка Помидоры Все это появилось на Руси Последние тысячу лет В эпоху лисы Репа появилась пять тысяч лет назад Когда ночь сварога наступила Репа конечно самый полезный корнеплод Который можно только вырастить на огороде Но самое полезное Что сейчас можно вырастить на огороде Чтобы вписываться в эпоху волка Чтобы не зря там тратить время Раком стоявшим Это выращивать Лекарственные травы Пряно-ароматические травы Понимаете? Вот это вот энергия волка То что приятный запах имеет Приятный вкус Пчелки прилетают Это опыляет Вот во что надо только превратить огороды А так райский сад Вещий лес Массовая вырубка лесов и садов На огороде началась Только после Петра Первого Когда он постриг народ То есть человек вначале издевается над своим телом Лишает себя своего вещего леса А потом он издевается над природой И так же и обратно Как только ты восстановишь бор рода Бор рода Свою священную рощу на своем лице Только тогда ты сможешь Садить родовое поместье Потому что если мужчина родовое поместье без бороды делает Он никогда ничего не сделает Его леса разводят как лоха дальше Зачем ты бреешься? Объясни Чтобы Ну нравится женщинам Или чтобы быть похожим на всех На все это общество Подъебаться под него Покупать бритвы Тратить деньги Тратить время Издеваться над своим бором Богатством рода Чтобы на работе не выделяться Среди других рабов Быть таким же постриженным Как они То есть мы Выращиваем вещи лес Священную рощу у себя на лице И после этого мы способны понять Как это сделать на родовом поместье А пока мы вот ходим все Короткостриженные мужики В основном Вот в огороды все и уперлись Овощи эти Овощи И эти овощи пытаются обустроить родовое поместье И у них и денег не хватает У них здоровья не хватает Семьи распадаются Потому что не хватает энергии жизни Ты же овощ А будешь ты фруктов О Жена у тебя как наливное яблочко Сам ты как дубок О Вот это сила Вот это родовое поместье Начнется тогда Волшебная жизнь у него Вот Поэтому задача такая Подключиться к энергии волка Отрастить длинные волосы А женщина Перестать издеваться над своими волосами Перестать издеваться над своими волосами Сейчас блондинки красятся в брюнетах Брюнетки в шатенок Шатенки в блондинок Что это за мракобесие Если тебя Бог сделал блондинкой Гордись Если тебя Бог сделал шатенка Гордись А еще мракобесие У кого прямые волосы кучерявят У кого кучерявые выпрямляют Понимаете Обхохочешься Это называется нелюбовь к себе Женщина себя не любит и думает Закучерявлю волосы Будут меня мужики любить А у кого кучерявые думают Вот выпрямлю Тогда полюбят Ну седые волосы Значит человек прожег Достаточно много энергии жизни И готовится к встрече со звездами Чтобы седые волосы прошли Нужно начать питаться со скатерти Самобранки И сделать особо упорно Зеленые растения И я знаю много случаев Когда седые волосы Они окрашиваются В любом возрасте Когда человек переходит Здоровую среду обитания Здоровое питание Свежий воздух Вода Все решается Есть такие люди Есть такие люди Не веришь не верь Понимаешь Анастасия тоже Она как бы есть И как бы ее нет Анастасия живет В одном из миров Если мы в нее верим Мы тоже живем в этом мире Если мы в нее не верим Мы ее никогда не увидим В этой жизни И все Для нас ее реально нет Наша жизнь Как свое на пирог Ты погружаешься В тот слой мира На этой земле В который ты веришь В который ты не веришь Он тебе недоступен А матрешку ты свою собрала Семь волшебных тел Что будет интересна Надо же подключиться К дивиму телу К шестому Ты начала приводить В порядок Своё первое тело Явье Жарье Начало приводить В порядок А тебе еще С навьем надо разобраться У тебя есть Осознанное сновидение Каждую ночь Ну так а ты хочешь Волшебства Волшебство Это шестое тело Дивье тело То есть понимаешь Идет первоклассник И говорит Дайте-ка мне Программку института Что мне тут То есть Ну все же Есть соразмерность Развитие Но она перенапряглась Если она тут сражается Со всеми темными силами Там же Человек же Когда перенапрягается То есть энергии жизни Слишком много сгорают Вот и человек И сидит И она может просто Не успевает восстанавливаться Потому что она постоянно Что-то делает хорошее Она же так говорит Всю хочу себя раздать Но я бы ей посоветовал Немножко себе оставить Чтобы восстановить Свои волосы Потому что Если Анастасия Телепортирует свое тело С одной точки в другую Как вы думаете Она сможет себе волосы окрасить Если она ромашечку окрасила Красное и белое Красное и белое Просто она не хочет Думать о себе А старается ради всего человечества Но наш сказочный повод Что надо думать И о себе И о человечестве Потому что нам нужны Здоровые люди Здоровая Анастасия Пусть она и о себе Немножко подумает Восстановит здоровье Когда полный сил Снова там Лучиком своим долбанет По этим змеям Горынычам Вот